На картине изображен Аниеллу Дони, богатый торговец шерстью, живший в квартале Санта-Крочи. В 1504 году Дони женился на дочери Джованни Строци Мадалине. Аниеллу был одним из самых понимающих и щедрых ценителей искусства у Флоренции начала XVI века. Он был заказчиком Микеланджело, овальной Дони, галерея Уфици, и фра Бартоломео, святое семейство с Иоанном Крестителем, галерея Корсини в Риме. Вполне вероятно, в его коллекции был Амур Атис, Донателло, ныне в музее Барджелло во Флоренции. О высоком социальном положении и редкой рафинированной культуре можно судить прежде всего по одежде, сочетающей изысканность и элегантность материала и покроя с отсутствием какого бы то ни было бахвальства и показного великолепия. На обратной стороне портретов Дони и Мадалены Стротси сохранились два произведения неизвестного художника, но мифологический сюжет. Девка Леон и Пир на обороте Аньолу и возрождение рода человеческого на обороте Мадалены. Сцена на обороте портрета Аньолу показывает, как боги насылают на грешный человеческий род потоп. На обороте портрета Мадалены мы видим продолжение этого сюжета – возрождение рода человеческого. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. После потопа единственные уцелевшие люди, сын Прометея Девкальон и его жена Пира, повинуясь указанию Агракула, бросают на землю камни, из которых вскоре народится новое человечество. Выбор сюжетов глубоко не случайен. Это аллегорическое пожелание супругам Дони плодиться и размножаться, правда, высказанное не в библейском материале, что было бы более предсказуемо, а в образах древнегреческого мифа о Великом потопе. В первые годы брака, заключенного в 1504-м, Мадалена и Анило Дони вправду испытывали нужду у наследники, но их надежды и молитвы, подкрепленного такого рода живописным надпутствием, все же увенчались рождением дочери в 1507-м и сына в 1508-м году. Украшение Мадалена состоит из фигурки единорога, символ целомудрия, изумруда, чудотворные свойства, рубина, сила и процветание, сапфира, чистота и, наконец, жемчуга, девственность. Украшение на шее Мадалены с троцией, возможно, и есть подарок Анило ко дню свадьбы. Субтитры подогнал «Симон»